Привет! Селезнев Артём. О сути видео о том, как просто снимать для YouTube. Экшн-камера, которой я пользуюсь. Взял пользоваться у Сергея. AEE S70 модель. В чём её фишка? Основной момент негативный – это качество звука. Очень тихо. Причём, что картинка классная. На солнце, если снимаете, вообще обалденно. Всё получается. И широкий угол помогает. Full HD. То есть, нормально для видеоблогинга. Причём, что собираются они на заводе на том же, что и третья GoPro делалась. И похоже, что одна и та же матрица. Причём, есть комбинации с 4K S71. Матрица точно такая же. То есть, её качества хватает. 16 Мп. И если делаете фото, то получаются 16-мегапиксельные снимки. Но недостаток какой? У GoPro микрофоны по бокам. А здесь один микрофон сверху и один снизу. И когда ставите, вы просто перекрываете один микрофон. Но ещё проблема на этом не заканчивается с микрофоном. Микрофон он вот здесь. Если так посмотреть, можно увидеть вот такую вот круглую дорожку. Вот здесь вот, где палец. Ну, не совсем круглая. В общем, дорожка того, что когда ставишь штативное гнездо, то микрофон как раз точно попадает вот в этот пыттык. Который должен придерживать камеру от вращения. Если с другой стороны, то всё равно он как-то неудобно, но соскальзывает. Поэтому всё равно ставите вот так. Но даже как бы вы ни ставили, даже если вот так, микрофон всё равно перекрывается. Причём, что самое интересное, он перекрывается и на родном крепеже. Вот для использования камеры в виде видеорегистратора. У неё, кстати, есть такая функция видеорегистратора. Это что означает? Ну, например, видео снимается постоянно. Старое удаляется, новое записывается так по кругу. До тех пор, пока вы не остановите этот процесс сами. Если какое-то событие нужно посмотреть. Зарядка с ней идёт вот неплохая. Зарядка на 2 А. 2000 мА, получается, это... Даже можно телефончики заряжать очень быстро. Ну, что же делать? Микрофон всё равно надо использовать другую. Такая вот подставка с наклейкой. Да, 3-ямовской наклейкой. Удобно даже на столе поставить. Даже вот так поставить, и всё равно вы попадаете в кадр. Тем не менее, несмотря на этот недостаток. Из плюсов есть вот резьбовое отверстие для штатива. Это не имеет значения, если ставите на родную подставку. Но имеет значение, если ставите на стандартный штатив для фотоаппаратов. Поскольку, получается, это гнездо, но по центру оси объектива. И поэтому, когда вы вращаете, какие-то панорамы снимаете, или хотите сделать крутой таймлэп с видео, с вращением, вот это очень хорошо играет. И само гнездо металлическое. Это, конечно, плюсы. Вообще, у камеры много плюсов. Относительно, естественно, её цены. Недостаток, это звук. Причём, если в боксе родном, который под воду нырять, снимаете, там получается просто такие... Ну, не то, что ужасный звук, его вообще нет. А я вот специально сейчас снимаю на микрофон встроенной камеры Nikon D5200. Для того, чтобы понять, что хоть какой-то звук для синхронизации даже с внешним диктофоном, с внешним микрофоном, он играет значение. Сами здесь отверстия прорезиненные. Ну, довольно-таки удобно. Тут же и зарядку можно подключать. Можно внешний микрофон подключать. Я не пробовал. Стоит это удовольствие около 10-12 долларов. Но если найдёте, они уже сняты с производства давно, и новых камер в продажу не поступает. Поэтому, если мне попадётся другая экшн-камера с более приличным звуком, конечно, сделаю обзор. Спасибо, пока!